Будем делать таймлапс Зима А мы тем самым Продолжаем Свои занятия ходьбой Главное Регулярность Есть регулярность Есть результат Нету регулярности Результата тоже нет Вроде сначала Что-то там наберешь Если качаешься Мясо силой Месяц не позанимался Процентов 40-30 Куда-то исчезли Растворились Как сила Так и масса С выносливостью Тут несколько получше Но тем не менее Тем не менее Надо заниматься И так в любом деле Играешь ты на рояле На гитаре Что-то делаешь Идет такое интересное накопление А если От случая к случаю То Толку никакого Результаты Минимальны Точно так же и в съемках Снимаешь регулярно Монтируешь постоянно Все эти в памяти остается Быстро делаешь Как только пропуск Есть Кто забыл клавиши Сочетание этих клавиш Не поймешь куда ложить Откуда брать Что делать Что делать Вот поэтому регулярность Во всем Нарабатывает Кстати нам сама жизнь Показывает Что Какой бы человек Не был Он С возрастом Потихонечку Чего-то набирается И что-то у него В конце жизни Остается Это конечно Большое искусство Набрать И приумножить И сохранить Можно Быстренько набрать Грубо говоря Где-то что-то так Хапнуть Куш Как некоторые говорят А потом Все это Спустить И остаться Набабах Так ну что Мои орешки Лежат Один орешек Еще остался Остальные Уже растянули Вот так Вот так вот Шелестят конфет Обертки Запах мандарин Стоит И наряженная И наряженная елка Бокалом Бокалом Ходит радость В каждый дом Веселись 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 Народ Наступает Наступает Новый Новый год Он Удачу нам Несет Он подарки Раздает Радость Любовь Любовь Несет Бокалом 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 Вот такая песня Сам сочинил Музыку наложу И будет хит С музыкальной грамотой Далеко Далеко Но все Нарабатывается Хорошо 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 Музыка мороз 10 градусный трещит в аллеях парка а нам весело нам радостно и на морозе жарко да время прогулок время прогулок удивительно время ты находишься в единении с природой голова освобождается от каких-то мелочных забот совсем другое мышление со всеми иные связи ты получаешь от природы можем в природу спаяны от нее получаем все а тем более здоровье силы и все прочее 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 вот смотрите я иду у меня никаких наушников нет в ушах я слушаю окружающий мир я им интересуюсь вот я погружен в него и знаете как бы сказать действительно слит и вот говорят прану праноеды чтобы это случилось употреблять прану то есть космическую энергию прежде всего надо настроить сознание у нас две ноздри оказывается одна ноздря правая разогревает левая несколько охлаждает наш организм то есть а здесь уже одно и то же съем энергии происходит вот здесь и когда вы мысленно мысленно задаем себе что я сейчас буду вдыхать не воздух а животворящую энергию я ее вдохну и сразу же наполнюсь то есть так наш организм тонкие тела ее как-то берет но постольку поскольку а тут мы мы специально берем это а хорошо и хорошо как вот видите сразу вот это вот когда ты набираешься энергии тебе становится хорошо те становится и ну не то что легко от радостно вот это вот радость говорит о том что ты действительно начал черпать эту энергию которую можно питаться но для этого свое сознание надо настроить так чтобы ты постоянно это чувствовал или же она ушла у тебя на автомат и ты брал ее ну это надо разблокировать механизмы которые у нас есть это да дело пойдет а так как мы заняты суетливыми делами толку никакого нету толку никакого нету вот так сколько у нас времени времени у нас 1133 сколько я прошу значит я выполнил далее калорийность малорийность минуты ага 6143 шага 4830 метров до маловато еще надо кружочек сделать сделаем еще кружочек чтоб чтоб что положить получить достаточную нагрузку вот так что совсем другие мысли приходят когда ты здесь наедине природы нету там каких-то раздражающих факторов но вот это вот мелочность вот это бытовуха какая-то я уже не говорю работе там я рассмотрелся на эту работу особенно редакторов ё-моё с вот свое время кем я только не работал кем я не работал так вот добиться того чтоб ты почувствовал себя человеком самому себе доказал что ты достоин лучшей жизни проявил волю знания для того чтобы ну будем говорить здание достойное место в этой жизни ну а дальше там как ты там хочешь жить мне нравится вот здесь общаться с одной природой потому что когда приезжаю сюда вот в родное место там с москвы или там с какой-нибудь за границей я там вообще редко было за границей и вот сразу чувствуешь как она тебя подпитывает подпитывает здесь наши корни здесь вот все все наше рот все здесь я говорю а чувство мурашки побежали это говорит о том что ты вот действительно вошел в резонанс вот с этими вот силами родовыми силами этого места она тебя подпитывает каждый вдох приносит энергию здоровье силу и вообще знаете что вот можно грубо говоря ну тупо пройти там эти пять километров а можно в это время самый главный наш инструмент это сознание работать со своим сознанием с помощью образно-волевых настроек ты читаешь я красивый успешный здоровый и юный гибкий вот и все это представляешь или если женщина я красавица успешная любимая фигуристая во мне жизнь кипит и в течение допустим вот этого часа который вы потратили на эту прогулку то вы чё бы такой заряд получить хохо 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 то есть пойдет обновление по тонким телам а если они обновятся то они знаете как вот когда кино показывает и проектор бьет на ну на экран и получается четкая картина с возрастом же с возрастом эта картинка начинает расплываться так вот благодаря образно-волевым настроям мы же можем опять и сделать четкой и совсем по-другому себя чувствовать повысить свое качество жизнь и так далее и тому подобное то есть вот это вот такие вот нюансики не в том что делают а именно в мышлении отличают одного человека от другого и в итоге наше мышление пролаживает нам путь по жизни создает окружение вокруг нас ведь можно к себе притянуть хороших людей обращаться с ними общаться а можно опуститься рядом живут соседи вот это вот пьянка довела до того что они хорошо что еще такие небудные знаете а вот идешь конечно ты вышел сначала вроде бы холодно там ветер какой-то а вот когда ты так вот настраиваешься и ходишь ты чувствуешь единение с природой и этот холодный ветерок он уже не холодит тебя а ласкает ласкает понимаете и вся природа радуется вместе с тобой понимаете грубо говоря вся природа она и силы природы тонкие силы и материи они настроены все на радость потому что вся эта вселенная с радостью создана вот и ждут от нас такого а мы а мы понимаете вот своих каких-то мыслях в наушниках нафиг чё-то слушаем мы от них закрылись и закрылись и когда человек вот это понимает начинает с ними взаимодействует они тебе авансом что-то дадут что самое интересное правда потом посмотрите а чё ты там это достойно этого аванса или нет вот такие вот интересные мысли на прогулке и каждый раз я выхожу и что-то такое интересное я могу сочинить и стихотворение но самое главное знаете вот жизнь сугубо индивидуальная вещь вы можете получить вот то на что вы настроились а настроившись то что вы заслужили своим вот этим настроем а если вы никак ничего нет это то особенно знаете вот я я в прошлом да и счастье как наркотик это компьютерные игры то есть ты уже достиг какого-то материального благополучия вот более-менее удовлетворен и можешь так сказать расслабиться вот она тебя поймете отрывает компьютерная игра ты там а что такое значит отрыв это значит что твоя жизнь на сила начинает туда перетекать в эту игру и ты ты как бы сказать вот кормишь какой-то эгрегор этой игры и становишься зависимым от нее тебя постоянно тянет вот там сражаться еще что-то там такое еще что-то такое то есть а на самом деле на самом деле да кстати и телевизор это такая тоже вещь не совсем мы смотрим чужую жизнь сидя там на диване она своя жизнь надо этим временем пользуется время то у нас отпущено мизер оказывается это мы думаем когда нам 15-20-25 лет о да еще до полтинника далеко то вот так только опа этот полтинник пролетел вот так опа уже 60 пролетел а потом только опа и ты уже тут стоишь тебя ждут оттуда заходы гостем будешь вот поэтому вот это вот время мы иногда знаете не знаем куда его деть особенно по по молодости вот что-то нас что-то должно веселить и так далее но вот важно самому себя занять занять как-то полезно занят вот с позиции с позиции будет какого-то даже есть созидание чтобы это было полезно и вами окружающим естественно все я в том числе в той степени или в другой степени завидовал там одни к там ребятам особенно тогда материального ничего не было который в спорте продвигались лучше которые еще там с девчонками у них как-то получалось а на самом деле на самом деле знаете вот желательно радоваться чужому успеху и будем говорить так сказать смотреть а за счет чего он это все сделал понимаете то есть наблюдая за человеком вы начинаете понимать ну что он использовал какие там слова какие жесты хотя бы для того чтобы познакомиться там как расковаться я раньше был очень закомплексованный человек вот в детстве потому что у меня там свои проблемы были разные разные вот а сейчас а сейчас оказывается комплексы отбросьте и мир вот этот вот мир он открыт вам он готов все вам дать и материальное благо и любящего человека мужчина или женщина зависимость того кто вы вот и и знаете вот 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 все вот вот это вот жизненное время чтобы оно пошло вам в радость здоровье мы не знаю что понимаете и сожалению не хочу сказать что я вот такой вот редкий человек некоторые спрашивают а почему ты один а потому что окружение моё оно не настроено так мы конечно выходили там грубо говоря там супруга вдвоем мы надо и ходим ну не там хозяйство все там такое понимаете тоже как-то это происходит что ты если ты свободен то другие как-то закабаляется но в любом случае можно найти какие-то такие точки соприкосновения всего чтобы чтобы вас вдвоем это получалось вот и будете любимы и будете любить и будут у вас дети и средства для жизни и прочие цацки и игрушки главное чтобы вы вернее они вас не поработили а чтобы они служили вам средством просто для того чтобы вы выехали там на природу могли пообщаться даже без всякого выезда можно просто-напросто выйти и совсем по-другому посмотреть на эту жизнь и почувствовать какая она прекрасная ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй какая она прекрасная и наша задача понимаете вот эту вот прекрасность не загадить своим мышлением таким порочным мелочным возвышайте себя возвышайте людей ни в коем случае не принижайте ни себя ни людей хорошо вдохну ка я еще прану вот она пошла она полилась она всего меня заполнила такая прохладная такая энергетичная понимаете вот сразу как будто ты родниковой воды выпил там в жарке там полдень еще разок ой 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 как хорошо аж в голову ударила но на этом заканчиваю как говорится до новых встреч в будущем в будущем в будущем